Добрый день, дорогие гости! Мы широ витаем вас на нашей Бобруйшне! Участники автопробега представители ДСААФа двух государств. А маршрут длиной в 2300 километров по местам боевой славы в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси. В наш город автоколонна прибыла в 11-м часу, посетила Бобруйскую крепость и площадь Победы. Впечатления тематического путешествия признаются гости из России на всю жизнь. В сравнении с Россией у вас хорошие дороги, очень хорошие дороги. В простой своей жизни я никогда бы не получилось объехать вот так все и все это посмотреть. А вот здесь просто я поражен всем увиденным. Особенно хочу отметить два места, в которые прям сердце сжалось. Это Красная Поляна, детский лагерь. И вот у вас в крепости, где сожгли 15 тысяч живых людей. Мне тут трубец прямо остался. Тяжело. Песни с акцентом на победу, минута молчания и возложение цветов к танку Бахарова. Поддержать союзный автопробег в Бобруйске, несмотря на палящее солнце, откликнулись десятки горожан. Руководство, военные, молодежь, школьники и общественность. Ведь это долг и дань памяти. Как жители Бобруйска нас встретили, такого радушного приема на территории республики. Это был первый такой мощный, ну будем считать, еще в Рохачеве был такой мощный прием. Поэтому большое я хочу сказать спасибо жителям города Бобруйска. С белорусской стороны в автопробеге Бобруйская автомобильная школа ДОСАВ, а также экипажи Гомельской и Витебской областей. На протяжении всего маршрута по России участники собирали землю из городов воинской славы, чтобы в последующем передать ее музею обороны Брестской крепости. В общей сложности 18 гильз. Посетили родину нашего полководца Георгия Константиновича Жукова, с которым многое связано не только у нас, но и у вас, поскольку он перед войной служил в Белорусском военном округе, командовал здесь кавалерийскими частями соединениями. В последующем он участвовал в освобождении Беларуси, планировал и проводил операцию Багратион. Уже после обеда колонна отправилась дальше. Впереди Кличев, Могилев, Орша, Минск, Барановичи, Кобрин и Брест. Именно в последнем пункте на легендарной крепости 1 июля будет дан обратный старт, и путешественники из России отправятся домой. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск-360.